Приветствую вас. В первую очередь нужно отметить, что вы боитесь одиночества. Это очевидно, потому что вы говорите, что он парень, в смысле, будет на него смотреть, и он парень, в смысле, уйдет с ней. То есть вы боитесь одиночества. Это первое, что очень сильно, на самом деле, бросается в головы. Очень сильно, потому что, ну, вы не уверены в себе. Вот. Это первое. Второе. Вот, второе. То, что, вот, если говорить конкретно, да, второе. Второе, это то, что сравнивание себя с другими людьми возникает из-за недостатка информации. То есть у вас был недостаток информации, по-видимому, по-видимому, у вас был недостаток информации. В, допустим, в том же детстве, к примеру, к примеру. Вот. У вас был недостаток информации в том же детстве. Вот. И, соответственно, вы не получили адекватно обратной связи на себя, на свои действия, на то, что вы хотите, на то, что вам важно, на то, что для вас, собственно говоря, ценно. Вот. И, соответственно, соответственно, вам постоянно нужна информация извне, чтобы чувствовать себя лучше. Так на себя вы не полагаетесь. И вот здесь мы напрямую, здесь мы напрямую подходим к тому, как себя, например, полюбить и принять. Полюбить себя и принять можно, приняв свои чувства, приняв свои эмоции, приняв свои переживания. Вот. И, соответственно, позволив им, то есть, позволив переживаниям, вашим переживаниям, иметь место быть. Перестать себя оценивать, например, чтобы, опять же, принять себя такой, какая вы есть. Это довольно позитивный момент будет в случае, если будет проведена работа. У вас есть некий идеал себя. То есть, у вас есть некий, именно, идеал. То есть, то, какой вы, по вашему мнению, должны быть. Но откуда этот идеал взялся, как не извне, а вот про себя вы забыли, а от себя вы оторваны. Именно поэтому вы и не уверены в себе, именно поэтому вы не уверены в своих чувствах. Дальше, даже вы не уверены в своём парне, который, ну вот, у вас есть, хотя он, в общем-то, не даёт вам каких-то оснований, да, для того, чтобы, ну, чтобы в нём сомневаться. По сути, по сути дела, да. Вот. То есть, это, мне кажется, такой ключевой, ключевой момент, один из ключевых моментов, вот, на который вам нужно обратить своё внимание. Принятие себя – это процесс, это процесс. Это не что-то такое, что происходит, вдруг происходит, раз и всё, и всё. Это процесс. И этим процессом нужно заниматься. Вот. Это работа именно с вашими чувствами. Вот. Значит, сравнение проистекает, точнее сравнение может проистекать в том числе, в том числе. И из позиции, например, тех же родителей. То есть, родители могли поддерживать ваш, так скажем, ну, ход ваших мыслей. Сравнивать с другими людьми, людьми. Вот. Они могли, ну, поддерживать вас в этом, вследствие чего у вас вырабатывалась эта привычка, подкреплялась и вырабатывалась эта привычка. Сравниваться. Да, да, совсем, совсем. С другой стороны, с другой стороны. Сейчас у вас, может быть, есть какая-то цель, возможно. То есть, возможно, сейчас у вас есть какая-то цель, какая-то выгода от того, что вы, допустим, не считаете себя красивой. Возможно, эта выгода заключается в том, что вы можете не брать ответственности за себя, к примеру. К примеру, да, вот. Ну, за то, что вы сделаете. Возможно. Возможно, есть, есть еще какие-то факторы, которых я, например, здесь могу не знать, да, но... Которые имеют место, почему быть. То есть, условно говоря, есть, условно говоря, есть что-то, что подкрепляет такую вот вашу позицию. И она, эта позиция нуждается в корректировке, выгода нуждается в выявлении. Вот. И последующим, значит, последующим достижением сервиса, возможно, только другие способы, другие результаты. Вот. Здесь намешало бы подкорректировать отношения и к своему мужчине. То есть, что, например, ну, что, например, мужчина вам, допустим, дает, опять же. То есть, что вы боитесь вот человека потерять, к примеру. Да? Вот. То есть, тут очень есть много моментов, которые, мне кажется, было бы здорово поисследовать. Именно, вот, вам, вместе с психологом, например. Вот. Так. Дальше, значит, вот вы говорите про фигуру. Да? Вы говорите про фигуру, вы говорите про внешний вид. И, вы знаете, вот в некотором смысле, в некотором смысле, вы правы. Почему? Я поясню, почему вы правы. И в чём вы правы. Вы правы в том, что всегда, практически, практически всегда, есть кто-то, кто может быть действительно с точки зрения моды более красивым, более стройным, более привлекательным, чем вы. Это правы. Это правы. Но... Можно ли по-другому? Может ли быть по-другому? По-моему, мнения нет. И если так, то возникает вопрос, почему вы сравниваете себя с другими людьми по, например, внешним качествам. То есть, почему это происходит? Означает ли это, что вы сравниваете себя так? Обесценивание, допустим, обесценивание, принижение своих духовных качеств, своих духовных черств. Означает ли это. Мне кажется, что в этом контексте, в этом контексте, вам тоже крайне желательно поработать с собой. За своими чувствами, эмоциями, переживаниями и так далее. И в этом, конечно, психологи вам помогут. Это наша работа. Вот, вот, вот так, примерно, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку любому из специалистов, которого вы выберете, чтобы поработать с ним. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. И, значит, в качестве такого начального задания, которое я хотел бы вам дать, я предлагаю здесь следующее. Заставьте список того, что вы себе не принимаете. Именно список. Когда список будет составлен, того, что вы себе не принимаете, по каждому пункту напишите аргументы в пользу того, почему это у вас плохо. И источник, откуда вы это узнали. Я полагаю, что по результатам работы, если она будет проведена, вы можете обратиться к специалисту и продолжить со специалистом уже заниматься. Дальше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.